Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Я продолжаю сейчас высаживать сорта на завалинку в теплице. Вчера шторм помешал, начался ветер, начался дождь, ураган. Я все это прекратила, но сегодня продолжу. И хочу сказать еще об одном уникальном сорте, который я сюда тоже на завалинку буду садить. Есть сорти для очень занятых огородников, которые абсолютно не требуют никакого ухода. Это сорт буян. Второе название у него боец. В магазине можете встретить и под тем, и под другим названием, они равнозначные. Это тоже сибирский сорт, выведен в 2012 году, считается довольно-таки молодым. Ранний, кустовой, тоже 50 сантиметров, детерминатный. Вот сейчас я вам покажу. Вот здесь вот уже у него появляются цветочные... А, вот они. Вот они уже цветочные бутончики. Значит, он уже взрослый. Такой же толстоногий. Он толстенький, устойчивый. Также его ни ветер не гнет, ничего. Вот этот томат совершенно не нуждается в уходе. Можно выращивать в открытом грунте, можно выращивать в теплице. Переносит любые погодные условия, холода, засуху. Ну, а если предыдущие были круглые, красные, то этот сливовидный. Есть желтый, есть красный. Разного двух цветов. Плоды небольшие, 70-100 граммов, что позволяет их консервировать целыми. Идеальный сорт для консервирования. Кожица плотная. Плоды такие блестящие, красивые, мясистые, сочные. На вкус очень хорошие. Подходят не только для засолки, но и для заморозки, для соков, для всего. Он очень урожайный. На одном квадратном метре вы можете получить 25 килограммов плодов. Но если будете садить грядами, не как я, я сейчас покажу. Я вот видите, как сажу строчкой, вот так вот строчкой. И тут я не знаю, какая урожайность. Но если садить, сейчас покажу. Вот видите, земля вскопана грядой. Его можно садить грядой, так же, как свеклу мы высаживаем, как морковь. Идеальной посадкой считается 8-9 штук на одном квадратном метре. Вот при такой посадке получается 25 килограммов с квадрата. Очень урожайным считается этот сорт. Этим пользуются маленькие фермерские хозяйства. Высаживают на поля, так как он не требует ни подвязки, ни посынкования. Высаживают просто прям полями. И он сам плодоносит. Не убирают ни нижний лист. Лежит на земле толстая кожица. Предохраняет его от сырости, от всего. Вот, короче, это сорт буян, у которого недостатков никто, еще ни один человек, не выявил. И не сказал, например, что вот он или подгнивает, или что-то с ним плохое. Я вот здесь сейчас его высажу. Здесь вы сможете посмотреть, как он в стоячем варианте. Потому что тут, видите, маленькая расстояница, совсем вот крошечная. И чтобы он не заваливался сюда на дорожку, я все-таки его буду поднимать к колушку. Буду здесь выращивать в стоячем. А в другом месте, где места побольше, я буду его выращивать в грунтовом варианте. И вам потом покажу, как он совершенно без любого ухода вырастет в грунтовом варианте. В прошлом году у меня был сорт буян. Кому интересно посмотреть, загляните на летние видео. Там, где летние видеообзоры, там я и плод показывала, и какой он, размера какого вырастает. Тоже он был вот так на завалинке, только в другой теплице. Вот это сорт буян. Для тех, кто вообще не хочет ухаживать, или нет времени, нет возможности, редко бывает на даче, всегда вам даст плоды. Даже если вы его не будете ни пасынковать, ни подвязывать. Засуху переносит, похолодание. Это сорт буян. Все. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Буду дальше, какие высаживать сорта. Буду вам самое интересное показывать и рассказывать. С вами был Игорь Негода.